Орхидея адонтоглоссум Добрый день! Орхидея адонтоглоссум Экзотический адонтоглоссум редкая в комнатной культуре и дорогостоящая орхидея эписит. Чаще встречаются пёсокрашенные гибриды, в которых растения этого рода оказываются лишь партнерами по скрещиванию. На основе 300 разновидностей адонтоглоссума выведены тысячи сортов и гибридов, поражающих невероятной красотой и пригодных для выращивания в комнатных условиях. В природе растение обитает в тропических зарослях и высокогорных регионах Америки на высоте от 1700 до 3000 метров выше уровня моря, где температура порой опускается ниже нуля градусов, распространяясь по территории Коста-Рики, Мексики, Гватемалы, Эквадора, Колумбии, на юге проникая до Перу и Боливии. Большинство видов эпифиты, поселяющиеся на деревьях, но встречаются и эпилиты с малоразвитым корневищем и уплощенными псевдобульбами, прикрепляющимся к хрупким корешкам. Листья орхидеи кожистые, длинные, темно-зеленого оттенка, в принадлежащем уходе сохраняются несколько лет. Растение достигает высоту примерно 20 см, но есть высокорослые сорта около 90 см. Цветы адонтоглоссума неимоверное совершенство, яркие, с чистым бархатистым окрасом, обычно красно-кирпичного цвета. Но сортовые расцветки самые разнообразные, отличаются остроконечными лепестками и закругленной нижней губой. Обеспечению комфортных условий содержания способствует регулярная, через каждые два года, пересадка орхидеи. Обычно растения пересаживают после окончания цветения весной, либо до его начала осенью. Ни в коем случае нельзя пересаживать адонтоглоссум в жару. Верным признаком того, что растению пора перемещать другую цветочную емкость, может быть появление молодого фабона длиной 5-8 см. Субстрат для выращивания адонтоглоссума может быть в двух вариантах составляющих. Из ранных частей торфа и рубленого мха с добавлением древесного угля. Из смеси одинаковых объемов сосновой коры и корней папоротника с добавкой кокосовых чипсов и немного толченого угля. Подходит специализированной магазинной грунтосмеси орхидея или для орхидей и грумелевых. Другие нежелательны. Обязателен хороший слой дренажа. Поверхность субстрата покрывают мхом. После пересадки в течение недели адонтоглоссум не поливают. Оптимальное место для размещения растений в квартире – умеренно теплые комнаты с восточными либо западными окнами. Рекомендовано интенсивное рассеянное освещение, но прямые солнечные лучи не желательны. Чтобы орхидея зацвела, необходимо освещение не менее 10-15 часов в сутки. В противном случае следует организовать дополнительную подсветку. Обязателен приток свежего воздуха в помещении, но не сквозной. Адонтоглоссум размножают делением куста во время пересадки. Каждая из разделенных частей должна остаться с не менее чем двумя псевдобульбами и одной точкой роста. Две бульбы помещают во влажный вермикулит и ожидают, когда появятся маленькие корешки. Затем растения сажают в субстрат для орхидеи. Болезни и вредители Адонтоглоссума Загнивание корней и псевдобульб образуются в случае излишнего увлажнения во время периода покоя. Необходимо немедленно ограничить полив, если поражение сильное, пересадить другой субстрат, удалив загнившие корни, затем опрыскать орхидею фунгицидом. Из вредителей на Адонтоглоссум нападают чаще всего тля, червецы и трипсы. Те же три мушкетера, что и на все другие растения. Так что, если вам удастся, вы вырастите что-нибудь подобное вот такой красоте. Желаю вам успехов на этом поприще. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok